Архангельск вошел в пятерку городов России, где прошли межрегиональные соревнования по функциональному многоборью. Они посвящены Дню Солидарности в борьбе с терроризмом, который ежегодно отмечается 3 сентября. Подробности у Федора Елисеева. В функциональном многоборе используются упражнения с собственным весом тела, с свободными отягощениями, а также различные тренажеры, имитирующие, например, греблю на байдарке или велосипед. Все упражнения объединяются в специально составленные комплексы. Задача спортсмена распределить силы на всю дистанцию. Несмотря на то, что один такой заход длится чуть более пяти минут, атлеты работают на пределе своих физических возможностей. В голове 20 секунд, которые уступила напарница. Но в целом хорошо шли же. Да, в целом хорошо шла, в конце немножко сбавила, к сожалению. Говорить о серьезном развитии функционального многоборья у нас в регионе не приходится. Тем не менее, Архангельская область – один из лидеров в этом виде спорта на карте России. В этих стартах участвовали спортсмены из Архангельска и Северодвинска. В функциональном многоборе, он такой своеобразный вид спорта, тут включены почти все виды спорта. Плавание, бег, гребля, есть велоспорт, тяжелая атлетика, гиревой спорт. Вот, это все включено сюда. Эти соревнования стали межрегиональными и прошли в пяти городах России. Они посвящены Дню Солидарности в борьбе с терроризмом, который ежегодно отмечается 3 сентября. Акции организованы при поддержке федерального и регионального Минспорта. Наша задача только остается популяризировать любое направление, связанное именно с философией здорового образа жизни, с физкультурой, со спортом, с силовым экстримом, если так можно сказать. И никогда не отказываться от таких проектов, которые инициирует Минспорт России. В начале следующего года в Вельске, который является одним из центров развития этого вида спорта, пройдут областные соревнования по функциональному многоборью. Федор Елисеев, Александр Чалков, Вести Поморья.